Всем привет! Сегодня речь у нас пойдет о ведомом шкиве вариатора, об его нюансах, правильности установки, потому что я скажу так, что я делал по принципу стрелок гепарда и допустил большую ошибку, благо дело она мне закончилась не фатально, у меня обломило болт из-за того, что я перетянул его. Я тянул его 90 ньютонов, а это кардинально неправильно, болт не выдержал и лопнул. Благо дело, что когда он у меня лопнул, я вот таким образом его спокойно выкрутил. Сейчас я заменил болт, поставил от стрелок гепарда. Вот этот болт. Соответственно, не забываем о том, что у нас этот болт идет на головку на 16, не на 17, а на 16, не забудьте. Нюансы какие следующие, по сути, у этого всего дела? Их два. Во-первых, когда мы закручиваем болт, вставим шкивовариатор, закручиваем 20 ньютонов на метр, делаем пометку и делаем оборот на 180 градусов. И после этого, фактически, болт мы затягиваем, естественно, не забываем его сажать на резьбу фиксатор. Вот этот степень затяжки именно согласно мануалу. Также, что хочу сказать про вот эту пружину и вообще в целом про корону, такие-то нюансы. Сейчас я выкручу. Смотрите, когда у нас посажена корона, сажаемся корона у нас, и у нас на шкиве есть отверстие, которые попадаются, про них вы прекрасно знаете, я просто повторюсь. Нюанс какого характера. Корона должна попасть вот сюда, но поскольку у нас пружина называется с усиками, она у нас при одевании не попадает, она упирается именно корона вот сюда, или чуть-чуть под углом. Поэтому, когда мы вставляем шкив вариатора, мы его немного поворачиваем и надеваем на корону и проверяем за шкивом, чтобы он четко встал именно в те пазы, встал четко в те пазы, которые они должны согласно короне. И после этого мы не забываем болтом, который у нас так называемым 8, вкручиваем сюда и раздвигаем в чашки, чтобы четко встала именно в пазы. Здесь я немножечко промазал на короне, это в принципе моя хотелка, так и я так решил. Я не навязываю, это просто мое пожелание такое было. Поскольку всякие трущи собреженные детали, я решил смазать. Здесь я не трогал, там в принципе вот там достаточно будет. Может быть я не прав сделал, но это мой выбор. Так, далее что. Не забываем опять же при разборке и сборке шкив вариатор ставить его четко на те места, на которых он должен быть. То есть, именно согласно пометкам. У меня завод-изготовитель уже сделал такие замечательные пометочки, которые уже сделаны. Это означает, что штиф я могу собирать спокойно в тех последовательностях, которых я собственно и должен его собрать, согласно которым он был откалиброван. Вот, собственно, так вот. Крестик в крестик попадает, соединяем. Вот, собственно, так вот и все. Это вот основные самые моменты такие, которые будет это. Дальше пойдем, буду снимать о том, как буду собирать, потому что нужно две руки, нужно очень сильно стягивать эту пружину, плюс ее поворачивать. На ГУПРОЖКИ села в селе аккумулятора, поэтому решил снять на телефон. Вот, соответственно, как это все надену, закреплю, я покажу. На динаметрическом ключе уже выставил 20 ньютонов, которые требуют затяжки, а после этого уже затягиваем до остальных усилий. И также я покажу, есть маленький нюанс, который как можно закрепить ведомый шкив вариатора, не используя ремни, потому что я использую ремни, но понял, что это геморрой и пришла идея в голову, которых, в принципе, может воспользоваться каждый в будущем. Ну что, ребята, до следующей, до следующего кадра. Собственно говоря, вот о чем я хотел сказать, где можно заметить о том, что прижатие пружины, она, видите, упирается вот в эту часть, поэтому нужный шкив обязательно будет вращать вместе с пружиной, поджимая его одновременно, чтобы он четко встал. Вот в эти пазы вот видно, как что она не соответствует тому, как она должна встать. Это очень будет видно, поэтому не забываем вращать. Вот примерно как-то так, ребят. В принципе, до расскажу я по ведому шкиву вариатора, значит, как его зафиксировать. Фиксирую я старым молотком, вставляю в отверстие в подножки, фиксирую в ребро, далее взял отвертку из набора Force, также зафиксировал на ребре, затянул 20 ньютонов на метр. Первый раз, когда она была, она с начелкой. После этого мы делаем пометку, как вот я здесь сделал, и проворачиваем на 180 градусов. Это четко по мануалю так написано. Далее, значит, я решил проверить, сколько все-таки ньютонов, именно вот это. У меня получилось где-то порядка 72 ньютонов, то есть вот этот поворот после 20 ньютонов. Обязательно не забываем сажать его на резьбовой фиксатор. Но, помимо всего прочего, когда я это все делал, я зафиксировал, когда я делал чашку, поскольку корона не вставала в некие вот эти пазы, некие вот эти пазы, мне пришлось, соответственно, что сделать? Привернуть шкив, и после этого я его натянул, закрепил болтом, и нельзя было отпускать в этот момент шкив, то есть нужно именно было вкручивать болт туда, вкручивать для того, чтобы чашки рожались, и корона четко вошла в пазы вот этой части. Ну вот, в принципе, такой из неких нюансов, которые следует соблюдать. На просторах интернета очень мало, это проведомый шкив, но, тем не менее, об этом следует помнить и знать. Обязательно смотрите перед тем, как что-то собирать в мануал. Субтитры создавал DimaTorzok